Объекты вы не можете издать. По зданиям город Криван, это города Ирковская, это Троицкая школа, есть леса в Троицком, где там лестницы падают, где новый горец, где там что-то взрывается. Весь газ сегодня выходит по всему городу. Я хожу по пешку, по городу и часто вижу, что там, кто здесь попалится за реки. То есть поставили подгрозу вот целый город, целый узел. Задал опасно, что классно создали. Поэтому, если мы не можем использовать беспроцентные деньги, вовремя и качественно сдавать объекты, то о чем речь? О кредитных деньгах. Я не могу понять. И еще там достижение давнего господа жилье, когда будут ходить автобусы. У нас сегодня на имеющееся население в городе и на имеющееся жилье автобусы не ходят. ходят отвратительно, ведь она вообще нет автобуса. Поэтому или там пытаетесь через НДС получить возмещение. Это тоже смешно. Давайте тогда возьмем 5 триллионов денег, кредиты. тогда вообще вы будете в НДС подборить. Вопрос. Вот вопрос. Что за темские рассуждения и говорить о проектах, которые мы же прекрасно все понимаем, что если москвичи дали под 3% иногда дадут дешевые деньги. Приедет парень с мартрелем из Москвы и будет кем-потрядчик. И никаких там рабочих мест, выучателем полночьих приедет, приедет, доставит от асамайта, успехи от этой московской компании и будут строить эти здания. И все. Вот смысл. Поэтому какой вы смысл видите, я не вижу, я не понимаю. И путать вот в этих новшествах не надо. Надо делать свое дело. Вот моя вам рекомендация. Надо развивать республику. Если инфраструктурный проект, я так понимаю, надо развивать инфраструктуру. Да, сети у нас подъедет. Все сети подъедет. Давайте вот эту инфраструктуру развиваем. Жилье без вас построит. Он город весь строит. Комиссанты строит. Слава Богу. Внутри чем-то нам зададутся вопрос. Поэтому не занимайтесь пожеланием и вопросом, зачем вы занимаетесь тем делом, которое не в вашей сфере. Вопрос-то третьего есть? Вопрос. Нет, нет, я прокомментирую. Я бы вам, депутатам, задал бурала вопрос. Если вы так беспокоится в бюджете, то как все депутаты республики Комырия с 1 классом, сколько расходов у тебя на бурал? На ваше содержание. Давайте. Не надо подлога разводить, а дайте конкретные вопросы. Уважаемые коллеги, все-таки у нас общественное слушание по поводу бюджета. Но вот я хочу прокомментировать. Абсолютно согласен с тем, что национальные проекты надо реализовывать, и что есть проблемы к реализации. Тоже согласен. Но национальный проект это все-таки конкретные объекты, на которые выделяются деньги. Вплоть до того, что название улицы, например, если это БКД, вот эту улицу надо отремонтировать. Это подается все, и это все формируется именно в тот объем, который необходим реализации в рамках национального проекта. Это немножко другое. Что такое, еще раз повторю, я уже начал говорить про инфраструктурный кредит. Это все-таки, опять же, это программа федеральная. Для чего это сделано? Чтобы некоторые регионы, не такие, например, как Москва, где пришел, палку в землю воткнул, и она через две недели расцвела. Здесь немножко по-другому. Чтобы привлечь сторонних инвесторов, вы правильно говорите, может из Москвы, может из Магадана, откуда угодно приедет человек, и если ему интересно здесь, он будет приезжать и говорить, дайте мне возможность, я хочу здесь построить. Или не приезжает, или мы говорим, послушай, вот у нас есть такие условия, приезжай. У нас есть кредит, мы тебе дадим деньги, дешевый. И вот правильно, почему он называется инфраструктурный, как раз на развитии, на строительство инфраструктуры. То есть мы ему подводим воду, газ там, и так далее, и так далее. А он уже должен вкладывать свои деньги в жилье, строить за свои средства дома, оттуда получать деньги, и уже возвращать вот этот вот кредит. Вот в чем дело. Как раз-таки это инфраструктура. Вот, честно, жилищ сказал, у нас развитие инфраструктуры входит в две категории программ. Это ИПР, идеальная программа развития, где как раз эти участки, которые пораздавали и многодетным семьям и так далее. И выясняется, что смысла там нет. Почему не строить? Это задает вопрос. Потому что там нет ни газа, ни воды, ни канализации, вообще ничего, ни света нет. Смысл строить в степи? Наверное, нет. Вот мы начинаем. Мы это все вложили. В отличие, кстати, от других регионов, которые участвуют в ИПРе, у нас достаточно большую сумму и большой процент занимает как раз инфраструктура. Потому что для нас это больной вопрос. Вот. Это раз. И на самом деле уж это мы проводим. Да, тоже непросто. Тоже непросто. Потому что проекты старые, что-то переделываем по ходу, корректируем проекты. Потому что где надо провести трубу сейчас. Оказывается, проект там два года назад, а труба год назад проложена. И вот там изменяем, меняем, но все равно делаем. Тяжело, согласен. Вот. И, в общем-то, программа стимул. Это программа федерального уровня, которая также предоставляет средства именно на инфраструктуру. Потому что это проблема такая, она всеобщая. А у нас в особенности. Поэтому в этих кредитах ничего страшного нету. Потому что, ну, посмотрите, у нас застройщики, все строители, все закредитованные. Дома некому строить. Не могут, средств своих нету. В банк идем, давай залог, давай там тот, все, а он, оказывается, весь закредитованный. И вы правильно сказали, в том числе и по школе, которой вы сказали. Застройщик то же самое, может быть, он и неплохой, но выдохся. И мы сейчас принимаем меры, правительство принимает меры, как ему помочь, чтобы все-таки достроить эту школу. Поэтому, конечно, когда есть любая возможность получить какие-то более дешевые деньги, более удобные деньги, конечно, ее надо использовать. Нам не дожил, отказываться от подобных вещей мы не можем. Для нас это преступление, я считаю. Поэтому дают кредит под 3%, мы возьмем под 3%, дадут под 0%, с удовольствием возьмем под 0%, и будем всех привлекать. Ну, вот, это так, наверное. Но вы правильно говорите, абсолютно, проблем полно. И сейчас социализация национальных проектов. Мы все равно двигаемся, делаем. Спасибо. Добрый день, уважаемые собравшиеся, чьи коллеги депутаты Летинского отраспорта. Это не сессион, это как-то начальное, а здесь есть мир. Развитие с уними, с уними, хотя это можно взять дагомотивом, а здесь дагомотивом на тот есть национальный программ 11, но я понимаю, конкретно, развитие 11, 10, а если другие, это 1, в городе тоже, тут сейчас 2, нужно 10 автобусов, да, на городе будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 2, в 2021 году запрошено, если мы будем какие-то меры принимать, то налоговая вата тоже уменьшена, налоги начнем, если мы 22, 24, даже какие-то принимать. Мы сейчас в городе, у нас, например, налог наимно-физический и очень большой. 0,3% соседних. У нас три раза больше. Я хотел бы близко. Что вы получаете? Екатерий Александрович, вы хотите ответить? Давайте я начну с первого вашего вопроса про развитие туризма. Цифра, которую и сумма, которую вы озвучили, она будет направлена на реализацию, на финансирование расхода именно текущего характера. Те проекты, которые вы говорите, могут стать локомотивом, они могут в рамках 297, я озвучил 635, 630, в рамках тех инвестиционных проектов, откуда можно брать в ходе исполнения бюджета, доводить соответствующему министерству, которое будет этим заниматься реализацией этого проекта. То есть средства на развитие именно этой отрасли в бюджете не есть. Это я говорю только о тех возможностях именно собственных. Второе, если поддержит федерация, там я еще раз повторю, что сейчас еще ко второму счету будет распределяться трансфер, то плюс это будет. То есть есть у нас средства, есть возможности. Сейчас только дело за самими проектами. В части вашего вопроса по поддержке предпринимателей. Мы с вами знаем, что в прошлом году было принято решение, пониженные ставки, 1% вместо 6, 5 вместо 10. Это все дало эффект, но есть положительный эффект. Я думаю, что эту меру можно и продлить на следующий год. Соответствующие проекты решения сейчас уже готовы. Я думаю, что мы в ближайшее время тоже принесем на рассмотрение парламента. В части того, что учтены или нет, но я скажу, что сейчас мы сформировали бюджет в части Киевдалогов, как УСН, мы сформировали исходя из оценки исполнения текущего года. В текущем году вы понимаете, что эти все налоговые преференции не учтены соответственно. И можно сказать, если будет решение учтено, то здесь мы не увидим выпадающих. И так далее. А если брать в целом УСН, то, что вот НВД условно строил УСН, но это достаточно положительный. У нас достаточно прилично предпринимать перефон и на УСН, и патент. И мы уже это ощущаем. По налоговой на имущество организации, по земельному налогу, я скажу так, что со следующего года у нас поменяется когда-своя стоимость. И соответственно, даже в этом году, и соответственно, у нас будет рассчитывать уже в следующем году новые суммы по этим налогам и для, я говорю здесь, населения, они будут меньше. Соответственно, для бюджета в СМО это будут и города, и листы, это будет подальше. И вот чтобы это все нивелировать, выровнять всю ситуацию, мы предложили дополнительный налог НДФЛ по налогу на доходы 5% передать и листе, и СМО. Это, мне кажется, для СМО это вообще удобный инструмент. Поскольку вот на имущество, на земельном, он же оплачивается по срокам конец года. То есть там ноябрь, там октябрь, да, до 1 декабря. А до этого в чем 9-10 в СМО возникали разрывы. Соответственно, мы им там тоже оказывали поддержку. А если мы 5% того же НДФЛ передаем, а общими годами поступают на них, это, да, уже как бы меньше разрывов. А там, где мы не смогли выровнять НДФЛ, мы будем выравнивать импетации. Импетации у нас балансируют на эти цели порядка 25 миллионов. В целом, передача этого НДФЛ, вот, вывести это, с ложком, это, для республики минус 140, но мы идем на это, чтобы выравнили именно бюджеты наших муниципальных образований. Поэтому участие налоговой нагрузки именно по этим имущественным налогам, то есть в следующем году для меня, физического лица, это будет меньше суммы, для города это будет минус доходов. Но мы хворами, путем того же, путем передачи, нагнутри, пока доходов не мало. Моцкратце-то у меня все. Позвольте добавить, действительно, у нас готов законопроект, который пролонгирует премьеры поддержки, которые были оказывали в части снижения клубов и сооружений для вострадовской отрасли экономики, которые были объявлены на уровне федерации. Дополнительно, когда пролонгируют и проекты тоже по качественному согласованию по группе и Министерству юстиции, мы используем это тоже. Да, законопроект, мы планируем вывести на ближайшую сессию вести НДФЛ на заключительные и данные меры поддержки также пролонгированы, там будущие люди. А именно, то, когда поддержка, которая была после снижения Славкова, для наслаждательства России, пролонгируем до 1 января 20-го года, это начать с Офами, до 15-го года, получил уже положительное заключение. Но помимо налогов, которые мы пролонгируем, ее призывируем, все меры поддержки, которые касаются производительского планового среднего предпринимательства, мы их не останавливаемся. Впрочем, это региональные меры поддержки, а также средства, которые предоставлены в региональную программу. Потому что у нас в проекте мало и среднего предпринимательства, сумма, кстати, которая была указана в размере 500 миллионов рублей. Скорее всего, она будет вреда права. Почему? Потому что Республика Галмитрия в предыдущем году не подавала заявку на участие в конкурсе. Конкурс по строительству, по выбору заявок на строительство на продукт, в помощи инфекционных парков, промышленных площадок проходил Министерство экономики, Министерство экономического развития в октябре месяце 2021 года. И данная сумма будет развита вправо. То есть, я полагаю, что по второму чтению данную сумму мы, извини, возможно, про периодом. Это будет 23-й год в республиканском бюджете. Мы дополнительно еще дали предложение Министерство экономического развития по расширению перечня поддержки для предпринимателей. И одна из них, которая была одобрена Министерством развития, скорее всего, с следующего года на каждое созданное рабочее место будет субсидировать до 75% затраты строительных масок. Отдельно данную меру мы еще презентуем. Мы ее разложим по полочкам для того, чтобы все субъекты, понимаем, строительства понимали, насколько высоки затраты на производство того или иного вида продукции в территории, в республике, в том числе даже с учетом сниженного тарифа на электроэнергию и в целом затраты велики, и для повышения конкретно способности продукции не только на внутреннего рынка, но и на внешнем рынке. Мы полагаем, что данная мера будет востребована. Дополнительно ее буду результатовать чуть позже. Спасибо. У нас 10 минут, 11 лет. Здравствуйте. Здравствуйте. С персонала Бушурия, общественное движение наше помнение. Девсон Женич, Юрий Викторович, наверное. Вот мы сейчас говорим о бюджете, но мы все знаем, что у нас огромные мотивации будут, в том числе и коммерческие кредиты. Я не финансист, я не разбираюсь, не понимаю, но у него это делать, как жирные сумки, знаете, на что мы их тратим, и на что и как мы их собираемся отдавать. Я думаю, по проекту бюджета этот вопрос актуальный. Я думаю, что он у нас сегодня самый актуальный. Кроме этого, честно же, еще вопрос вот такой. В прошлом году планируют предоставить преференцию фауэлкорду. Я не увидел в бюджете этого. Не видел. Сейчас эта попытка будет подправить данный законопроект или нет. И как вы подправитесь с этим, будете сидеть. Наоборот, поддаетесь этому вопросу. Кроме этого, Юрий Викторович, в прошлом году мы разговаривали с вами про РТК, то, что Черноземельский район и Кибрульский район в настоящее время не поддали в суд, когда до должности более 300 миллионов. Мы это с вами обсуждали. Скоро попадет тут. Прошло полгода. На сайте амбитарного судового данной информации нет. Мы хотим, чтобы вы ответили на эти вопросы. Все. Кроме этого, Юрий Викторович, и я так понял, из бюджета исходило на то, что у нас заканчивается годный период для УГОЛ. И возможно, опять же, да, я опасаюсь, что у ГОЛ-БООБИРОВАНИ, то есть, у ГОЛ-БООБИРОВАНИ, то есть, что у ГОЛ-БООБИРОВАНИ, то есть, у ГОЛ-БООБИРОВАНИ, Я сказал, что у нас учтена окончательная налоговая льгота по ДУКОВУ. В 2014 году, как они заходили, для того, чтобы создать условия, была оригинальная налоговая льгота. По законодательству это 7 лет, она растекает, соответственно, с 22-го они начинают платить. Это более 100 миллионов рублей, достаточно для нас это серьезная сумма, она будет, она стекает, ее не будет, они будут платить. По налогу на имущество по Фортуму мы учли, исходя из текущей реалии, из текущей ситуации, то есть они платят. Платят они примерно из квартального по 100, вот это 400. И вот, соответственно, почти 1,6 млрд мы набрали по налогу на имущество организации. Если вы немножко там отойдете, там годы на два назад, то это была сумма меньше. Естественно, вот эти две вещи не учтены и сейчас вот исходя из того, что у нас есть. То есть нет льготы ни там, ни здесь. Сейчас по первому вопросу я не совсем расслышал, вы задали вопрос по займу, по кредитам, да? По кредитам, ну если брать текущую ситуацию, да, здесь 7600 к началу года, это миллиард рост, но здесь я скажу, вот если брать точно, это вот расходы на коронавирус, те добавители. То есть это необходимо финансировать, то есть со мной согласитесь, лекарства покупать нужно, да, оборудование нужно, да, концентраторы нужны, да, стимулирующие для тех, кто трудится в госпитале, да, вот это все. Дальше, если вообще, братья, почему растет курс долг, да, если мы начнем с вами расходы, это, наверное, нужно сопоставлять доходы и расходы. Но доходы у нас растут более медленно, вот я предводил статистику 3%, 4%, 5%, да, а расходы, они растут более, даже ту же зарплату взять, там, просто вот сейчас фонд по зарплате месячной 430, да, в прошлом году 390, если так соотношение почти там 9%. То есть даже просто зарплата растет быстрее, соответственно, это необходимо. Потом есть вещи, да, вот знал, когда в 19-м году начали у нас проекты, мы тогда понимали, что у нас проекты, они дадут нагрузку вот через года 2-3, в виде чего, садики вводим, вводим, это дополнительные места, да, это дополнительные штатные единицы, их нужно все содержать. Это вот, потом, это то, что дальше, если доходы брать, да, вот есть налог на прибыль, федеральное решение в 17-м году, было в регионах 18%, забрали 1%, за счет него сформировали фонд дотации. Калмыкия выиграла, да, вот сейчас налог на прибыль, у нас в день этот вес растет, мы уже думаем, блин, на этот налог, на 1% нам, наверное, уже пригодится. Потом налог на имущество организации, обнулили движимое имущество, то есть движимое имущество не облагается, регионам ничего не подложили в виде компенсации. Расходы остались, доход уменьшается. И есть такие вещи, и мне кажется, это вот отношение, вот доходы-расходы, это все-таки, наверное, межбюджетное отношение, это достаточно серьезный системный вопрос. Почему Минфин до сих пор не может прийти, а не просто сейчас дотации номерами продексировали фонд на 5%, а какой-то, вот предложили замещение, да, предложили новые инвестиционные проекты. Но это вот точное решение, а что это системное? Системное, я вижу, ну, дайте норматив дополнительный по налогу, к тому же налог на прибыль. Вот даже тот же лукол, да, новое месторождение, новое месторождение на Каспии, налог на прибыль в федеральный бюджет. Вот сейчас у нас предложение, отдайте оттуда нам что-нибудь, отчипните. Я был в Минфине, они сказали, ты хочешь сломать всю систему. Тогда мы сейчас хотим подойти и так далее, за счет, не будем ломать, дайте и так далее, видеть дотации. То есть возвращается к вам федеральный бюджет, оттуда нам дайте видеть дотацию, какую-то сухую. Нам просто дайте хотя бы на время. Просто я же сейчас говорю, вот есть вещи, которые нам никогда не притравиваются. Ремонт крови садов нужно делать? Делаем. Но это расходы, да, а доходы вот так. Сейчас вот СПО я сказал, оборудование, куда мы их установим? Здания, где еще, где нужно уже три часа просто делать? Вот просто это, кажется, системный вопрос по госдолу. Вот сейчас наша задача, вот да, удержать, там 7600, мы прогнозируем, там 7300, нам завестили, надо там пределы в трех коммерческих удержать. У нас тоже есть обязательства, это соглашение по инструктуризации, там 35% коммерческого должно быть, больше 35% к налогам или налогам. На задачу удержать, но сейчас вот если брать на текущую ситуацию, вот подросли просто из-за того, что нужно финансировать расходы по коронавирусу. Вот, ну, это необходимо. И если сейчас возникают вещи, которые необходимо финансировать, в прошлые годы можно было отказаться. Вот почему вот в прошлом, там, в 12-м году, в 13-м, газ провели, да, в Сарпинском районе, не профинансировали кредиторка, счета заблокировали. Мне просто, он спрашивал, я буду приносить. Сейчас, знал, мы эти вещи финансируем, мы открываем лицевые счета, вот многие, многие сказали, в Сарпинском районе все открыты лицевые счета. Комкос, Харшан-Земельц, они были там закрыты через 7-8 лет. Есть, есть, вот мы сейчас по дорогам говорим, там, 6-0, а раньше, просто сейчас, ну, возникает ситуация, что это необходимо финансировать, поэтому, да. Но надо с федерацией просто отрабатывать, просто вот сейчас мы пока по Лукоилу, даже я с самого Лукоилу был, там, в рабочей встрече. Они, я говорю, вот, они сами предложили этот вариант, по-моему, новое месторождение. Я говорю, так, нам же тогда дотацию меньше. Они говорят, а чир, тебе лучше налог этот получать, пускай будет дотации меньше. Ты должен развивать налоговую базу. Вот над этим нам нужно работать. А сейчас у нас даже брать эти инвестиционные проекты, да, новые, что мы, у нас большая часть это будет генерить. УСМ, НДФЛ, ну, также наши параметры, поэтому, ну, нужны более серьёзные, либо нужно ещё работать с федерацией более плотно. Ну, я, ну, надеюсь, что это у нас в этом отношении, мы в ближайшие, там, годы достучимся. Вчера, вот, спикер Госдумы, Волонин, да, сказал, что нам получили Минфину по каждому региону посмотреть по уровню бюджетной обеспечения. Да, мы растём по уровню, вернее, уровень бюджетной обеспечения у нас поднимается, база растёт, я же сказал, Фортн, да, Укропа, у нас там было 70, стал там 63 и так далее. Там, там, как соседи Астрахансы хотим, 0,9, вот тогда и дотацию они, конечно, сократят. Ну, база начинает, поэтому, ну, как-то так. Я тоже отвечу, там, ко мне был вопрос, вот, но хочу Ачих Санжи ещё поддержать, вот, он очень эмоционально в данном случае высказался, но абсолютно верно, вот, потому что всё это проходит у нас в ежедневном режиме, когда, действительно, иногда получается, уж... Простите за такую голову в стену бьёшься, и всё. А то, что мы делаем, то, что необходимо делать, да, но, ещё раз хочу сказать, вот эти вот, скажем так, инструменты, которые появляются, которые предоставляют федеральный центр, замещение, например, коммерческих кредитов... Ачих Санжи, расстроился уже. Замещение коммерческих кредитов бюджетными кредитами, да, под более низкий процент, трансформации в какие-то инвестиционные кредиты и так далее. Это всё равно работает. Вот, все всё понимают, что регионы тяжело, что есть обязательства, которые надо выполнять. Мы сейчас вам показываем, вот, бюджет, да, есть дефицит бюджета. Аплодисменты, это как самолёт приземляет, хорошо, что живые. Материалы растут на всё. Цемент растёт, арматура растёт, всё растёт. Битум растёт. Дорожники просеяли. Вот, всё растёт. И за всё это надо платить в итоге. А кто будет платить? Вот, установили раз в году стоимость, а за 7 месяцев приходит дорожник и говорит, стоил битум 50, а сейчас стоит 80. И что мне делать? Я в минус. Может, я остановлюсь? Но как остановишься? Вот, то есть такие вещи, это вот, из этого всего, из каких вот мелочей, оно всё складывается. Платить-то надо всё равно. Но, а честно, жилищ правильно говорит с федеральным центром, опять же, я не приписываю эту заслугу нам. Это системная работа федерального центра, и это всем так делают. Всем так делают. Вы правильно говорите, мы на себя здесь не тянем одеяло и говорим, что мы такие тут умные. Но, тем не менее, это работает. И мы в таких реально живём. Сам, что касается ОКТК. Тогда был вопрос ко мне, насколько я помню, что я якобы запрещаю главмайона, что там делать. Я тогда сказал, что я точно защищаю. Более того, я говорю, решайте этот вопрос через суд. Кроме суда вы этот вопрос никак не снимете. Никогда в жизни бухгалтер ничего не спишет. Только по решению суда. Вот пока Чесанжевич иступал, я ему из глав районов написал, вот вы говорите, там на сайте суда нету, вот он мне пишет. Юрий Викторович, добрый день. В прошлую пятницу направил уточнённый иск с привлечением Минзем в качестве третьей стороны. В иске задолженность 271 миллиона рублей. Ну, например, эти цифры, о которых вы говорите, миллионы. Десять сотни миллионов. Направили в Краснодар. Дату рассмотрения ещё и не назначили. То есть процесс идёт всё равно. Вот он, я просто в оперативном режиме. Я им после этого сказал, вот их собрал, там, троих, и говорю, вот вы давайте двигайтесь. Это из КТК у нас было понимание. Мы им сказали, вот это Чесанжевич правильно говорит, основном наш налогоплательщик, вы все знаете об этом. Мы сказали так, мужики, не обижайтесь, но у нас выхода другого нет. Мы будем вот так выравнивать. Суд скажет, вы нам должны, дойдём на третью инстанцию. Суд скажет, вы нам должны, вы же будете платить, но он исполнить, значит, так нет, не обижайтесь. Нет, ну тогда извините, мы сами дураки. То есть, в принципе, я об этом в прошлый раз говорил. То есть процесс идёт, вот прям онлайн он мне написал сейчас. С права от меня очень много вопросов. Ну и восьмой яркий, давайте последний вопрос. Почему мы ограничиваем время вопросов? Мы заходим в порядочное время за удачу вопросов. Вам по словам предоставим. Давайте подождём. Задим слово всем, будем сидеть, пока мы имеем вопросы. А вы много депутатов появились. И дадим ответы. Куда вы торопитесь? Каким-то раз, да, с период рассматриваем бюджет. Люди хотят высказать, давайте не торопимся, это дадут вопросы. Начинается активно в онлайне. А в онлайне все в блоке есть. Добрый день. Одной из мер государственной поддержки у нас на сегодняшний день является помощь в виде социального контракта. Данная программа сдохла у нас в текущем году. И вопрос такой. Скажите, пожалуйста, будет ли продолжена эта программа в следующем году? Если да, то сколько будет заложено на 2022 год? И на сегодняшний день какие-то для вас должны учить? Спасибо. Спасибо. Отвечаю на этот вопрос. Учитываю, что это торопия, который называется Министерство. Значит, на 2022 год это мероприятие граждан нуждающихся сохраняется в объёме текущего года, то есть это более 70 миллионов рублей. В текущем году это первый год реализации этой поддержки в новом формате. Поэтому по состоянию до 1 октября у нас уже более 300 семей воспользовались этим направлением. Основные и ключевые мероприятия это на поддержку, как я уже отметила, нуждающихся семей. То есть те, кто имеет доходы ниже, ниже, ниже к чему минимума. И ключевые из них это открытие индивидуального мематерского отдела. То есть возможность получить поддержку со стороны государства до 550 тысяч рублей. Это развитие личного подсобного хозяйства, когда возможность получить поддержку со стороны государства составляет 100 тысяч рублей. Это период трудоустройства и после трудоустройства, то есть они еще в течение трёх месяцев, в ряду с получением заработной платы, получая пособие в размере причины прожиточного минимума, то есть это порядка 45 тысяч рублей в течение трёх месяцев. И тяжелая трудно-жизненная ситуация, куда оказывается материальная поддержка. То есть это направление, которое признается на федеральном уровне, как одно из ключевых в рамках поддержки настоящих граждан, вызывается в полной и на расстоящее среднесрочный период. Добрый день, Юрий Сергеев Моранов, общество Павлово. Почему мы уже столько раз проходим обсудение, и не разом не сказано, что мы жилищиком нам наконец-то. Сколько людей, которые заложены на юридическом коммунальном уровне? Компуляции, люди видели. Да, у нас есть национальный проект, а мы объекты не можем. Переселение, как ремонт. Я всегда скажу, очень хорошо. Очень нормально. И не с тех, кто хорошо работает на национальном проекте. Но у нас, благодаря вам, братьяна Декова, конечно же, у нас же подписано в соглашение, которое надо всех операторов цепировать. А у нас есть какие-то. Люди задают этим вот националам. Мы с людьми общаемся, хоть, мы детей едем. Этого нет. Вот. Да. Потом ПФР, который у нас, ННКС, вот этот канал, который у нас тут, у нас, они уже старые. У нас идёт, поэтому, мы, ну, Золотина, как у нас, но я знаю, что вы уже отдали заявку. Вопрос, можно? Вопрос, по субтипиям, с оригинальным оператором, Золотина, или у нас, который был? Которое запретено соглашение. Зависитесь тоже, каким-то за рекоператором? Вот. Если брать нашу рекоператор, но если вы брать с финансовой точки зрения, то с точки зрения финансирования, то у нас, да, действует соглашение между рекоператором и полномочным министерством ЖКХ. И это, у нас, мера поддержки, она не только 22, 23, 24, это его текущий год, и 20-го, и 20-го года. То есть, рекоператор предлагает свои услуги на сиденье, да, просто там, забирает курсы, и части, там, его расходов, мы берём на себя, и поддержим. У нас эта мера на 10, если там брать по деньгам, это порядка 40 миллионов в год. То есть, да. Ну, это же цель удержания тарифа, чтобы население не платило, например, для них как, они чем мотивируют, этот рекоператор? У меня полигон здесь, например, да, там, под элисторией, а мне надо там, безлагаемый возить там, да, его, там транспортные расходы, и так далее, накладываю все, там, увеличиваются. Я, то есть, это стоит дороже, типа там, учитель тарифи, вот, вот, чтобы сбалансировать это, вот это, с этой целью и делается, конечно же, компенсируется это всё. Так, ведь, это, это не так. С вопросом, если бы я не могу, так, что вот здесь находят мнение существенных проробиям, на рынке, так. Значит, это, вопросом, на 2013-м году, так, появилась много коммунального жильного жилья, в других коммунальных округов. Действия, если бы, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Других тоже на себя Хотя бы туалет И часть туалета Это же все имеется Просто нужно, чтобы он все заработал Ну, давайте вот этот Конкретный случай все-таки Посмотрим Ну, я хотел Вкратце по программе Ремонта школ Сказать просто, чтобы сразу было Понятно, пока мы здесь все вместе Значит Эта программа 22-26 Она вот на сегодняшний день Туда Уже вошли 45 Школ А если брать здания Потому что там где-то по два Там где-то 57 зданий 56-57 зданий Общеобразовательных школ Там по 14 видам работ Предусмотрено финансирование Ну, это основные работы на самом деле Это так Вход на ремонт стен И 15% от выделяемой суммы Можно на оборудование школы То есть это крупная программа Но Есть одно но Значит Там необходимо И то Обычно Всегда необходима Проектно-сметная документация Вот Но Сейчас нам разрешили Не проектно-сметную документацию А просто смету Смету И дефектовочную Дефектовочную ведомость Да? Анатолий Васильевич Вот И Мы Вот Собрали то, что у нас было Вот На 22-й год Фиксировано Это там 18 школ Из них две городские Две арестинские школы Просто Получалось Получилось так, что Ведомость То есть В районах есть школа Она разваливается Она даже не оцифрована То есть глава района Даже ее не оцифровала Он не понимает Сколько денег на нее надо Вот так вот Получалось Я это отношу к тому, что Может быть В какой-то степени У людей там отчаяние Было там А, все, что мне считать Тратить деньги Нанимать какого-то проектировщика Ну, хотя это неправильно Там Когда все они То денег не даст Вот А пришло время давать деньги А у него В столе Лист и карандаш Вместо того, чтобы Лежала ПСД На те объекты Которые Ему необходимо Отремонтировать Вот Поэтому мы Всем главам района Вчера даже Вот вечером На селекторах Выводили Вот Всем дали поручение Сделайте ПСД Даже не ПСД Это 3 копейки стоит Это стоит Пару-тройку сотен Тысяч рублей Но тебя Дефектуют Твою школу Проектировщик пойдет Посмотрит Где что отваливается Сделает это все Составит смету Ты принесешь ее Нам Или мы тебе скажем Куда отправить Министерство просвещения России И тебе дадут деньги В 22-м В 23-м году Вообще программа На 26-м За что Поэтому сейчас Это самое основное То, что вы говорите Это маленькая часть той проблемы Которая Она должна быть Тишина Сейчас будет Зима Вот То есть Такая программа Есть И пока Я боюсь Здесь сглазить Нас пока Не ограничивают На 22-й 23-й год Средства То есть Говорят Вы Бросайте все что есть А мы там разберемся Мы говорим Так а сколько там Может там Сколько там Миллиард там Нет Вы бросайте А потом мы будем Принимать решение То есть даже так Поэтому мы сейчас На этот процесс Даже боимся Дышать Тумать на него Чтобы не дай бог Затушить Но вот такой процесс Идет То есть Мы надеемся Что мы все реализуем Сейчас работа идет Именно по составлению проекта По формированию Пакета документов И мы будем Забрасывать 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 Все это В Министерство Просвещения Мог ли я просто Вкратце рассказал Что такая программа Существует Я Руководит Регионального отделения партии Ермоков И зампредседателя Конгресса Арат Камырского народного Сегодня Я не буду задавать Максея 97 вопросов Прошу Задам Тричные вопросы Первое Какие средства Направляются На исполнение А точнее На обеспечение Государственной Полномочия Республики Калмыкия В плане Калмыцкого Языка Как Государственный Я Я Депутатам Народного Курала Которые Ведут фарваты Шовинистической политики Федерального Центра И ничего не делают Для обеспечения Этих Планомочий Нашей Республики В отношении Нашего Родного Языка Сделайте Что-нибудь Правительство Тоже Государственного Долга На Следующий Год На 23-й Год Вы Не собираетесь Увеличивать Государственный Долг Это так Или Вы Все-таки Этот предел Будете нарушать Как и В Некоторые Предыдущие Когда Вы Планируете Верхний Предел 4 Миллиарда А потом Набираете До 7,5 Миллиардов Третий Вопрос Как Вы решаете Проблему Очень Низкая Бюджетная Обеспеченность Республики Почему Вы не боретесь Против Дискриминационной Бюджетной Политики Федерального Центра В отношении Нашего Региона Если Мы сравним Халмыкию С другими Регионами У которых Численность Населения Примерно Такая Получается Что У нас Значительно Меньше Взять Ту Ту Допустим Там Население Ненамного Но Бюджетных Поступлений Существенно Больше Чем Я считаю Что Надо На политическом уровне Решать эту проблему Далее Вы Упомянули О Расходах На Борьбу С эпидемией С пандемией Коронавируса Колоссальные Расходы Конечно Были сделаны Из республиканского Бюджета Что-то По-моему Перечисляли Какие Компортации Или Трансферки Из федерального Бюджета Я хотел бы Узнать Планируется ли Требовать С федерального Центра Чтобы Были увеличены Трансферы Из федерального Бюджета В этой статье Учитывая Что Калмыкия Является В числе Антилитеров По числу Заболевших И инфицированных И Умерших От этого Страшного Заболеваний И Последний Вопрос Установлено Или Придерживается Правительство Калмыкии Неких Нормативов На финансирование Приоритетов Для Республики Калмыкия И Айрат Народа Направление Жизнедеятельности Общества И Государства Я имею ввиду Здравоохранение Культура Язык И так далее Все Давайте Наверное начнем Я над Долго Если Взять проект И посмотреть Там У нас Закладывается Если Мотоцифрам То это Примерно 7,5 миллиарда Если Уменьшаем То У нас Будет Увеличение Сумм Этого Инфраструктурно-бюджетного Кредита То есть Кредиты Которые Мы получаем Судерального Бюджета Кредит 22-23-х Годов Это Примерно 394 Миллиона На 400 Миллиона Бюджетная Обеспеченность Да Она У нас Растет Благодаря Налоговая База Растет В части Того Что Да Согласен Здесь Нужно Работать Базы Но Сравни Другие Регионы Тоже Наверно Здесь Не совсем Были правильно Потому что Взять Нашу Республику У нас Есть Специфика В части Формирования Доходной Базы Республика Аграрная Налоги НДФЛ ИСХН Налоги На спецрежимах Удельный Вес ИСХН Абсолютно Выражение Сумма В штабах Конституционного бюджета Небольшая В пределах 150 миллионов рублей Второй Момент Это Рассказывал Развитие Предпринимательства Это УСН Пониженные Ставки Тоже 300-400 миллионов То есть Вот У нас Специфика Поэтому Необходимо Проводить Работу Для того Чтобы Либо Федерация Дала Нормативы По Федеральным Налогам Либо Тоже НПИ Либо Работная Прибыль Либо Если Не хотят Ломать Систему Открывать Ящик Кондора Те налоги Которые Вам Зачислились В виде Дотации Финансовой Помощи Тоже Это Можно Постоянно Дотации Это не совсем Правильно Мы Мы Хотим Ходить В Регион Сейчас Мы Не Там 32% Дотации Это Меньше Части Расходы Коронавирус Есть Средства В целом 1,2 млрд В этом году Профинансированный Биллиард Но У федерального бюджета Оказывается Поддержка По Результатам Каждого квартала Я думаю Что Третий квартал Завершился Я думаю Что На федеральном уровне Будет Рассмотрен вопрос Как Финансирование Расходов По Коронавирусу В честь Калмыцкого Я Финансист Могу Вам ответить Средствами Заклады Стараемся Поднимать Эту сумму Если В следующем году Представляем Поднять На 20% То Увеличить Сумму Есть Точные Есть Нужно Разобраться Что Что Мы хотим Но Учебник Убер Дети Моя Участница В гимназе Есть Учебник Потом Через 2 года Не надо Заниматься Мы Как-то Идем Финансируем Эту Книгу Будет Заниматься Нет Здесь Мне кажется Нужно Просто Забраться А если Мое мнение Костянул Минский Зык Нужно Чтобы Семьей Если Будем Собрания То есть Сервит триста. Давайте, смотрите. Мы же работаем в рамках законодательства, есть законодательства, есть налогоплательщики. Они платят то, что нужно и положено, и платят. Если брать вообще букву, лицензия выдана одна и зарегистрированная. Вот сейчас я говорю о новых месторождениях, которые есть на Монкаспе, и которые зачисляются полностью в федеральный бюджет. Сейчас мы предлагаем часть этого налога на прибыль, которая зачисляется в федеральный бюджет, распределить в том числе и Афро, и Калмыкия. Вот такой вопрос мы сейчас поднимаем, чтобы вы получите какой-то больший эффект от того же укола. Они платят сейчас порядка 500 миллионов рублей, полмиллиардов. Давайте вопросы. Не просто, это вопросы. Отлично. Мне скорее не вопрос, а предложение, наверное. Но он тоже касается коммунского языка и культуры. После прошлых послушаний тогда мы с вами отдельно собирались. И самый главный вопрос, я понимаю, это финансисты, это на что давать деньги? На что давать деньги, чтобы развивать коммунский язык? И вот здесь проекты у меня предложений, правительственные администрации, главы и всем заинтересованным людям. У нас до сих пор принята стратегия и программа развития калмыцкого языка. И поэтому вопрос задается, что надо выбирать деньги на какую программу? Бывает, может быть, поскорее примем этот администратор в отношении коммунский язык и уже конкретно в бюджете закладывать определенные суммы, 20-30 миллионов, закладывать на реализацию этой программы. Это работа не только Министерства образования, это все министерства должны так или иначе быть задействованы в этой программе сохранения и развития калмыцкого культуры и языка. Это не только Министерство культуры абсолютно, а все министерства. Примерно сейчас в городе Эреста было распоряжение все выписки переводить на коломынский язык, дублировать точнее на коломынском языке. Притом, что у нас до сих пор не собралась терминологическая комиссия, которая должна будет приезжать в Министерство и КТ. Поэтому к этому вопросу нужно как-то более системно повторить. Но вот есть, одними участниками это сделать будет невозможно. Именно в этой системе конкурса со стороны и правительства, администрации в городе. А Минфин на это всегда закладывает деньги. Стоит отметить, что действительно в этом году, например, Центру по развитию калмыцкого языка выделилось гораздо больше денег. Они там, по-моему, в следующий раз 3 миллиона, 3,5 миллиона на их проекты. Но всегда деньги были не только такие. Не 3,5 миллиона, они были как-либо на проекты, но не на любитые, так сказать, их использованные. То есть они принтеры, бумагу, интернет, отделился на Windows. Даже Windows обычно они как-то пытаются искать средства на свои деньги. Ну, как может и помогает всегда в этом, но тоже просьба такая. Центру по развитию калмыцкого языка тоже еще раз отдельное внимание уделить. Именно на их главном центре обладают. Но уже, что этот медик они чуть-чуть развернулись. У тех, кто позакуплено, уже видно их, например, в рейдинге. И там все, например, снимают. В интернете активности, но это уже достаточно. Поэтому, как бы больше предложений, а скорее разработать программу развития калмыцкого языка и культуры. Спасибо. Спасибо. Если позволите. Уважаемые дни, кто-нибудь. По части сравнения калмыцкого языка, работа с действием этих работающих компаний, сомнений калмыцкого языка. Вы создали центр по развитию калмыцкого языка. Вы знаете, благословляет подобные пианики. И там, если вы проведете калмыцкого языка, было запрямлено оборудование для исследования, сохранения всех знаний по архистике, культуре и языка. Также у нас запрямлено запуск передачи на релизу шоу. Все жгут 16 уроков калмыцкого языка. Солки, можно? И в том числе мы рассчитываем на поддержку Кубиклоева именно по созданию этой передачи. Если Кубиклоева как бы слышно, то речь идет о передаче 16 уроков калмыцкого языка. Я думаю, это привлечет в первую очередь молодежь и тех, кто мало знает как калмыцкий язык. О культуре из федерального бюджета на самом деле направляются достаточно большие средства и по созданию всех калмыцкого культуры, и по строительству и по строительству и по строительству и по развитию. Опять-таки дело стоит за главным КНО, КНО, который готовит проект к следует документации. От того, сколько она будет качественной, и комфорт сделана. Сколько заложено в бюджет денег? Зачем нам этот главословный лечь? Сколько в бюджет заложено денег? В следующем году, в 22-м году, подтвердилось на 55 миллионов 4 есть дома культуры. Из них 2 не ходят на 25 миллионов. На калмыцкий язык мы говорим, сколько денег заложено? По калмыцкому языку, это больше администрация Министерства образования, мы дарим фон Александру Сергеевичу, зам министра образования. Здорово, давайте. Здорово, дорогие друзья. Здорово, Дмитрий? Здорово, Дмитрий? Здорово, Дмитрий. которые требуют определенной корректировки. Что касается тачи, там предусмотрены средства на выплату прийти к логике, на выплату прийти к логике, то, что касательно центра калмынского языка, то могу произвести к словам со мной, что сейчас провели ремонт, в какое-то определенное время наш центр был без помещения, были в колледже ВДТК два кабинета, пока два, провели ремонт, закупили оборудование, сейчас буквально на днях в сфере мебель, скоро будет, и вот, постараемся, божественно, Андрей. А также, в принципе, конечно, здесь проблем много. Основная, наверное, проблема, где бы я хотел обратить внимание сообщества, это все-таки разработка методических рекомендаций. Нам действительно нужен качественный подход к развитию палмынского языка, и у нас есть методисты, но сейчас бы нам было усилий именно работу по методике. Поэтому, я думаю, работа в этом направлении будет вестись, и сейчас буквально, наверное, в пятницу, когда собираюсь встретиться с Динари Бадриевичем, постоянно на связи мыслим, все вопросы стараемся решать как можно скорее. А так, конечно, как Атир Санжиев сказал, в основном языке нужно возрастать в первую очередь в проекте. И если никакими методами его не возродим, если не начнем общаться дома. Значит, не начнем общаться дома, мы где начнем с моих реферий. Спасибо, спасибо.